Всем добрый день! Я приглашаю вас в мое новое видео. Сегодня будет влог. Совсем недавно приезжали к нам в гости моя мама с братом. Хоть мы и живем не очень далеко друг от друга, около 100 километров друг от друга, но видимся не так часто. Конечно, созваниваемся постоянно, переписываемся по WhatsApp, но видимся не так часто. За зимний период, холодный период, когда нет огородных всяких дел, она приезжает ко мне пару раз на неделю, может быть, даже на две недели, гостит у меня. В это время мы очень много проводим вместе дел и готовим вместе, вечерами болтаем, вспоминаем и про мое детство, и про как мы жили в деревне, обсуждаем какие-то новости деревенские, я и о своих каких-то новостях рассказываю, ну, о том, что бывает и в разговорах, в каких-то так, в телефонных забудешь рассказать. Ну, в общем, мы наговариваемся. А сейчас уже у нас весна в разгаре, совсем скоро начнутся огородные, садовые работы. У нее частный дом, свой двор, огромное количество клумб с цветами, с грядками, небольшой огородик, где там картошка растет, сад небольшой. Ну, в общем, много работы по дому. А сейчас у меня у брата отпуск, и вот они решили приехать к нам в гости. Совсем ненадолго, там чуть больше суток побыли. Этот цветок, который я вам сейчас показываю, мама привезла мне в подарок. У нее большое количество комнатных растений, она любит. И вообще у нее легкая рука, на что не посадит, у нее очень хорошо все растет, быстро растет. Ну, и вот она мне подарила вот такое большое комнатное растение, чему я очень рада. Я его немного внизу обработала, вот отделила еще такой отросточек, хочу поставить в баночку, пускай немного корешки пустит, и посажу его в отдельный горшок. У меня есть вот такая красивая корзина, я очень надеялась, что этот цветочный горшок вместе с цветком туда вместится. Ну, и честно говоря, я его еле-еле туда впихнула. Но, слава богу, все поместилось, я его размещаю вот здесь на изгибе лестницы. У меня есть подставка, немного, конечно, подставка маловато. Ну, я его вот таким образом разместила, в принципе, мне нравится, как это выглядит. Крутила его, вертела разными сторонами, но чтобы со всех сторон обзор падал на него, и мне нравилось, как он выглядит. Конечно, комнатные растения огромный придает уют и вот такую какую-то живость в доме. У меня немного комнатных растений, особенно крупных. Для нашего дома, у нас площади не маленькие, нужны крупные растения, чтобы они были как-то заметны в доме. Ну, вот у меня их немного. Теперь вот это растение, достаточно крупное и заметное, и мне, ну, очень-очень-очень нравится, как оно смотрится у нас в гостиной. Ну, и еще у меня есть монстера. Тоже мама мне давала небольшой отросточек, буквально в два листа. Ну, и вот примерно года за полтора она вот выросла уже вот в такое, ну, достаточно крупное растение. Приглашаю вас ко мне на кухню. Я недавно шерстила свою морозилку, ну, ту морозилку, в которой у меня хранятся летние запасы. Летние заготовки овощей, ягод, фруктов. Нужно уже там все, как говорится, доедать, ну, потому что уже новый сезон начинается. Ну, и, честно говоря, у меня там уже немного всего осталось. Самый заполненный ящик – это с ягодами. Ну, и вот я решила сварить компот. Гостинцев из деревни у нас много. Привезли нам много закруток. Мама очень увлечена выращиванием овощей, ягод, фруктов разных. И у нее просто какое-то невероятное хобби, особенно с появлением интернета. Она, в принципе, хорошо владеет этим, когда можно найти миллион рецептов всяких. В общем, она очень увлечена закрутками. Ну, и, конечно, она готовит и на свою семью, и нас угощает. Вот привезли мне много разных вкусняшек. У мамы большой погреб. Этот погреб старинный, он дореволюционный. Ну, потому что родительский дом построен на старом участке. И вот этот погреб сохранился. Он такой круглый, полностью кирпичный, глубокий достаточно. Ну, хороший погреб. И там хранятся у нее все закрутки. Когда-нибудь летом я поеду к ней в гости, обязательно сделаю видео, покажу вам. Там все хорошо организовано. Сделаны полки, закрома там для картофеля, для других овощей. Вот. И все закрутки хранятся там. Ну, так как уже конец сезона, скажем так, да, они там простояли уже большое количество времени, они все равно покрываются, ну, каким-то налетом, скажем так, да, находясь в погребе. Ну, и вот они погрузили эти банки в ящики, привезли нам, ну, и я, прежде чем отправить их на хранение в кладовку, хорошо промываю. Перед приездом мы созванивались, и она мне спрашивала, что везти тебе в банках, какие закрутки. Либо, когда мы к ней едем в гости, она заранее спрашивает, какие тебе закрутки приготовить. Мы берем, в принципе, стандартный набор, какие-то салаты мы особо не любим. Я вот беру такую томатную заправку на борщ, несколько баночек огурчики. Это наш любимый рецепт в кетчупе, очень вкусный, обожаем их. Томатный сок, ну, вкуснее домашнего томатного сока из вот этих вот спелых мясистых помидоров, но нет ничего вкуснее, я его просто обожаю. Помидорок у мамы тоже очень вкусный рецепт засолки. Если интересно, пишите, летом, конечно, буду делиться. Несколько баночек, а желтые, ну, просто загляденье, мне кажется, очень аппетитные. И компота, пару баночек. Да, и еще одну баночку варенья вишневого без косточки, а это повидло сливово-яблочное. У меня очень хорошо разошлась баночка, которую она мне до этого давала. Я делала несколько раз пирожки с этим повидлом, кексы с начинкой, все вам показывала в видео. Ну, в общем, хорошо разлетелось. Вот она мне еще одну баночку привезла. Ну, и пока здесь нахожусь на кухне, возле крана, нашла в кладовке пустую баночку, наливаю воды и ставлю немного прорасти корешкам вот этот отросток от цветочка. Компот на плите у меня уже закипает. Добавляю сахар по вкусу, даю еще на медленном огне покипеть, чтобы ягоды выварились, отдались ей весь свой вкус и аромат. Затем выключаю плиту, накрываю крышкой, даю ему остыть, чтобы тоже он настоялся, стал еще более ароматнее и вкуснее. А потом уже переливаю по кувшинам. Один оставляю здесь на столе, чтобы он был не ледяной. Второй кувшин отправлю в холодильник и налила еще в бутылку. Муж завтра поедет на работу, возьмет с собой. У меня в холодильнике залежался пакет пол-литровый кефира, нужно его спасать. Ну и самое любимое, легкое, быстрое и бюджетное блюдо это оладьи. Я делаю таким способом, чтобы они были пышные, вкусные. Кефир наливаю, немного его подогреваю, чтобы он такой тепленький был. И добавляю на пол-литра кефира чайную ложку без горки соды. Вот так вот его прямо калачу венчиком и он начинает сильно шипеть. То есть происходит реакция в кислоте, сода гасится. И за счет этого у вас всегда будут 100% пышные, красивые, вкусные оладьи. А затем уже туда, как все прошипело, добавляю все остальные ингредиенты. Соль, сахар. Обычно я сахара добавляю 3-4 столовые ложки на пол-литра кефира. Растительного масла немного на глаз. Одно яйцо и муку до загустения. В этот раз я хочу немного разнообразить свои оладьи. У меня есть целое яблоко и пол-яблока, то есть полтора яблока. Я его зачистила от сердцевины, кожицу не чищу. Вот таким образом на крупной терке натираю, что у меня в руке остается кожица. И в общем эти натертые полтора яблока я отправляю в тесто. Сначала яблоко, а самый последний этап это мука. Вот смотрите, у вас должно получиться тесто густоты, как у меня. Вот сейчас на экране. Не забивайте и сильно его мукой, чтобы они не были такие, знаете, как подошва тяжелые. Вот. Но и жидкое тесто на оладьи не должно быть. У вас, чтобы оно не растекалось по сковородке. Иначе так же не получится пышных оладьев. Тесту не нужно стоять, чего-то там выстаиваться, потому что оно на соде. Его нужно сразу готовить. Ну, обжариваю классическим образом на сковородке с растительным маслом с двух сторон. Получаются вот такие оладьи. Если бы они были без яблока, потому что яблоко все равно немного осаживает, они бы были еще пышнее. Ну, если честно, я уже много раз вам показывала рецепты оладьев. Просто прибавляется у меня новые подписчики, новые зрители. Поэтому я повторяю с удовольствием свои любимые рецепты. Компот вкуснятина. Вишневый компот, мне кажется, это вообще самый вкусный компот. Ну, особенно если вишня из своего сада. В этом году уже тоже зацветают сады. У нас очень ранняя, нетипичная ранняя весна. И сады зацветают, ну, как минимум на две недели раньше. Очень надеюсь и переживаю за это. Все переживают у нас, что, не дай бог, придет холода. Именно во время цветения садов. Ну, будем надеяться, что урожай будет у нас, как в принципе, в каждом году. Ну, я вышла немного поработать во дворе. На заднем дворе у меня сегодня задача убрать зону, хвойную зону всю. У нас сосны во дворе. Когда мы купили участок, здесь и была эта группа сосен. Их тут достаточно много. И они вот так вот грубкой здесь росли. Были намного меньше, чем сейчас. Ну, мы живем уже девятый год. Конечно, они подросли. И эта группа сосен хорошо так расположена на нашем участке. Прямо с задней части участка в одном уголку. Мы очень гордимся ими, обожаем. Они украшают весь наш участок. Дают хорошую тень, хороший воздух. После дождя, например, невероятно пахнет вот этим вот сосновым ароматом свежим. Конечно, тоже за ними нужен уход. Ну, и какие-то жучки, червячки на них заводятся. Муж весной их обрабатывает. И еще они бесконечно опадают. То есть сбрасывают свою хвою. Ну, и мне это не нравится. Конечно, я периодически все здесь чищу. Ну, и еще один такой небольшой минус, что под соснами практически ничего не растет. Достаточно большой участок земли. Я здесь уже за эти 8 лет, сколько мы здесь живем, что я тут только не сажала. Короче, ничего здесь не растет. И на сегодняшний день у меня по периметру вдоль дорожек посажены хосты. Они уже сейчас тоже очень рано, раньше, чем обычно, уже показывают свои клювики. Поэтому я спешу здесь убраться. И всю остальную территорию заполонила фиалка сестринская. Такими беленькими цветочками. Она супер агрессивная. Я стараюсь ее прореживать, удалять. Потому что она может заполонить, мне кажется, просто километры. Хвойная зона у нас состоит не только из группы сосен. Также мы ее еще так подсадили, скажем так, расширили различными хвойными растениями. Это и кусты, и можжевельники различные. Несколько у нас есть деревьев, лиственницы. Также пихты различного, различные елочки. Сейчас, чуть позже, я вам покажу. Ну, в общем, потихоньку-потихоньку все сажали. Все покупали малюсенькое. За вот годы, которые уже мы здесь живем, все разрастается. Под группой сосен у меня просто грунт. Ну, там с подсадкой. А еще часть вот здесь, зона с хвойными. И сейчас я перейду на другую зону, там туда ближе к дому. Она тоже продолжается. Вот эти небольшие части, они засыпаны вот такими вот камушками, декоративными белыми. Мы специально их покупали в большом количестве. Таскали сюда вот муж и сын в мешках. Под низ застилали, ну, специально вот эта черная ткань, чтобы не прорастала трава. Ну, и чтобы эти камочки не перемешивались с землей. И вот мы засыпали. Мне очень нравится. И вот этими вот грабельками маленькими, гибкими, в принципе, мне удобно и быстро убирать с этих камушек иголки, с елок, которые падают. А иголки я убираю осенью, где-то в октябре очень сильно вот этот опад случается. И весной все равно еще за зиму что-нибудь падает. Вот я делаю эту уборку и все. В течение всего вот этого летнего, весеннего, осеннего сезона я тут вообще ничего не делаю. Трава не прорастает, беленький камушек, на нем красиво смотрятся зеленые растения. Так что, в принципе, удобно. Ну вот, я сегодня выполнила задачу, которую себе планировала. Убралась под всей хвойной зоной. Она достаточно большая и занимает примерно, наверное, одну пятую часть заднего нашего двора. Все складываю в мешки. Вот еще там в ведрах у меня много надо найти. Еще мешки все сложить. И вынесу эти мешки на мусорную машину. У меня тут сегодня еще доставка с Янбекс Маркета. Вот две коробки. Сейчас покажу вам тоже все продуктовые коробки. Мне так понравилось, что я заказываю по выгодным ценам и мне привозят домой. Так, что у нас? Макароны Макфа Гнезда. Все целенькие, хорошенькие. Цены, по которым я покупала, я вам напишу. Вот в уголочке будет написано, как я показываю, товар будет в уголочке написано, за какую я цену беру. Но еще раз повторюсь, что ищите сами. Набирайте, что вам нужно. Вот макароны Гнезда Макфа. Набирайте в поиски и выскакивает от разных магазинов миллион предложений по разным ценам. Бывают прям огромные скидки на один и тот же товар. Цена разнится просто невероятно. Поэтому смотрите лучше сами. Дальше гречки заказала пачка, это тоже закончилось у меня. Дальше у меня тут мука. Тоже взяла Макфу. Мне она больше всех нравится. Ну, из таких более доступных, да? Вот так, 2 килограмма взяла. Дальше 2 баночки кукурузы. Нужно пополнить немножко свою кладовочку. Баночку шпрот взяла. Если честно, я думала, что она будет побольше. Как-то я вот этот момент немножко упустила. Вот. Ну, взяла. Бутербродики будем делать. И еще взяла, было очень выгодное предложение. За 5 банок сгущенки. Банки обычные, стандартные. Это Рогачев. Причем это очень хорошая белорусская сгущенка. Я ее и так беру часто. Стандартного размера банка. Вот. Не помню сейчас сколько точно стоит. Вот в уголке увидите, что за 5 банок, ну, как это хорошая очень цена. Вот. Ну, что, сгущенку мы любим. С блинчиками и с сырниками. И какой-то крем взбить куда-то. Ну, в общем, у меня дети могут и с батоном, и с чаем перекусить. Вот. Так что пришла вот в отдельной вот такой коробочке. Так что вот такая вот у меня доставка. Это уже не первый раз я заказываю на Яндекс.Маркет с доставкой на дом. Мне так удобно. Особенно вот такое, то что, ну, не нужно прям сегодня, да, посмотрела по своим запасам, да, чего не хватает. Захожу, смотрю выгодные цены, заказываю и жду мне привозят домой. Теперь все продукты, которые у меня доставили, мне нужно разложить по своим местам. Выпечку я делаю часто, достаточно много, так что муки у меня расходуются, ну, так же много. Хранится она у меня вот в таком ведерке. Покупала я его в Икеа, ну, наверное, уже года 4 назад. Мне очень нравится. Сюда помещается много муки одновременно. Ну, и она достаточно герметично там, да, хранится. Ну, в общем, мне нравится, удобно. Все крупы, макароны, ну, вот такое все хранится вот здесь у меня, в навесном шкафу, в красивых стеклянных банках с пробковой крышкой. Я их, ну, относительно недавно, в прошлом году осенью покупала фикс прайс. Частями покупала, по несколько штук. Ну, во-первых, чтобы было как-то разделить бюджет. Ну, а во-вторых, не так часто, по крайней мере, у нас в городе можно найти прямо сразу много в одном фикс прайсе одинаковых банок. Рассыпаю все по этим баночкам наглядно, удобно, красиво. То есть, для меня и красивое хранение это тоже важно, а не только удобство. Я вот, когда их купила, все сюда разложила, расставила их на место. И каждый раз теперь открываю шкаф, и у меня хоть на немножечко, но душа радуется. По заднему ряду у меня идут высокие банки, а по переднему ряду пониже баночки. Так что обзор хороший. В общем, в этом шкафу у меня все крупы, макароны для ежедневного использования. А то, что не поместилось в баночку, то есть еще такой, ну, чуть более стратегический запас, я отправляю, у меня здесь вот такой ящик, и здесь у меня еще немножко хранится. Обычно здесь сахар, макароны, ну, то, что чаще всего и больше всего расходуется. Нашла еще упаковку гороха, зеленого колоного гороха. Я его заказывала где-то по осени на Валберис. Я вообще в восторге. Это очень вкусный горох, который без замачивания быстро разваривается. Ссылочку вам оставлю на него. Никакая не реклама, просто для себя брала и очень довольна. И здесь же на кухне в одном из нижних шкафов у меня организована маленькая такая мини-кладовочка. Ну, прямо под рукой, чтобы здесь. И я здесь храню вот какие-то консервы, растительное масло, там кофе, чай, про запас. И на нижней полке еще у меня здесь в этой же кладовочке расположено лук, картофель и третья корзинка. Там корм для кошек. На сегодня я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, вы отвлеклись от своих повседневных дел, забот, хлопот, что-то интересное почерпнули. Либо просто хорошо провели время. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, напишите любой комментарий в поддержку меня и моего канала. Всем пока и очень скоро увидимся!